Приветствую вас и, пожалуй, я не буду говорить вам о том, кому вам стоит отдать приоритет в большей степени родителям или девочкам, потому что решение принимают только вам. Знаете в чем дело? Когда вы достаточно вырастаете для того, чтобы у вас появилась своя собственная личная жизнь, родители естественным образом отходят на задний план. Вы не можете уже так много уделять им внимания, просто потому, что у вас появляются свои заботы, твои дела, твоя ответственность, свои отношения, возможно, даже своя семья. Исходя из этого, следует сделать несложный вывод, что родители понимают, как правило, что их ребенок живет теперь своей жизнью и не вмешивается в нее. Можно попросить своего ребенка несколько раз чем-то помочь, но не делать этого постоянно, потому что тем самым они возвращают ребенка во времена детства, когда они постоянно от него что-то просили. И в данном случае, во взрослом периоде, это уже неприемлемо, потому что, так или иначе, всегда в ущерб, собственно говоря, вам. И вы это видите. Вы видите, что помогая родителям, вы, по сути дела, приносите в жертву свою личную жизнь. И в отличие от родителей, которые примут вас любые, которые примут вас всегда и везде, потому что это единственные родители, вот это единственные люди, за редким исключением, которые любят вас безусловно. Вот исходя из этого, он взял вывод, что как раз таки родители, как никто другой, поймут вас в том, что вам нужно личное время провести с девушкой, а не с ними. Потому что девочка, в отличие от них, ждать вас не будет. И принимать вас таким, какой вы есть, с безграничным кредитом доверия, тоже не будет. И любовь безусловная у нее весьма и весьма условная. Простите за коломбоз. Поэтому, если ваши родители, люди, адекватные и любят вас, то с ними нужно просто взять, честь и поговорить. Объясните ситуацию, так как они вам, в принципе, роднее. Объясните ситуацию, скажите, что вот так и так, я вас люблю, я очень могу вам помогать. Но у меня вот проблема тут наблюдается на личном фронте. Из-за того, что я много времени провожу с вами. Постарайтесь обсудить родителями данную проблему. И я думаю, если они будут знать, что у вас происходит, если они будут знать, что у вас могут быть неприятности из-за них, то при наличии искреннего отношения к вам, они обязательно предложат свой вариант, который бы предполагал какую-то щадящую программу, программу взаимодействуя с ними так, чтобы девушка была довольна. Но если их отношение к вам весьма и весьма потребительское, то они, конечно, этого не оценят. И не пожелают, чтобы вы уделяли им меньше внимания и меньше времени. И тогда возникает вопрос о том, что вы слишком сильно зависите от своих родителей, от их мнения, от того, что они скажут про вас, от того, что они хотят от вас и так далее. Это является своего рода пережитком прошлого. Это является своего рода отношениями, которые были актуальны во времена вашего детства, подросткового периода, может быть, юношеского, но никак не взрослой жизни. И тогда возникает вопрос, а почему вы в отношениях с родителями еще остались на том, не взрослом уровне? Вот ответный вопрос, и нужно с вами разбираться. Потому что, если его не проработать, это будет существенно мешать вашим отношениям не только на данном этапе, но и на этапе более серьезном, когда, например, вы уже будете жить с девушкой, а у вас будут свои, допустим, дети. Родители также будут вам постоянно указывать, и что-то требуют. И это также будет действовать выше вам, вашим интересам и вашей семье. Поэтому необходимо, чтобы вы позаботились, я прошу заметить, именно позаботились, то есть тут важно оставить на усмотрение, что именно вы сделаете. Позаботились о своих личных границах, чтобы было что-то, куда родители не были бы допущены в любом случае, чтобы у вас было некое неприкосновенное для них количество времени, которое вы однозначно, сто процентов, потратите на, ну, не обязательно даже на девушку, на своих друзей, на самого себя, то есть ваше личное время. И вот это будет правильно. Это будет справедливо. Ну, а родители могут просто не понимать, что они вам вредят. Это нужно им объяснить без согрешей, без обиды, спокойно, доверительно, доброжелательно, чтобы они поняли, что вы от них не отказываетесь, но у вас теперь своя собственная жизнь, ваша жизнь личная, и вы уже не можете, что естественно, уделять им так много внимания, как раньше. И это нормально. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.